Девушки отдыхают Я подошел посмотреть и упал. Петя закричал, что я упал. Потом подошли и начали меня спасать. По тревожному звонку в ЕДДС от быстро среагировавших прохожих к месту происшествия выдвинулись все оперативные службы города. Уже через две минуты на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Марат Темиков и Курбан Саидов совместно с неравнодушными гражданами, которые уже пытались помочь мальчику, извлекли ребенка из ямы. Наряд группы задержания получил сообщение из дежурной части, незамедлительно выдвинулся к месту происшествия. Здесь уже неравнодушные граждане города оказывали помощь ребенку, они тоже помогли им. Уточнили, вызвана ли скорая помощь, ребенка помогли достать из люка, отогрели в служебном автомобиле, передали в бригаду скорую помощь, а те осмотрели его и отвезли к родителям. После чего доложили в дежурную часть о происшедшем своих действиях и убыли на маршрут патрулирования дальше работать. К счастью, ребенок не пострадал и не успел получить переохлаждение. Его заточение продлилось не более 10 минут. Родители мальчика были шокированы, когда их чадо, задержавшееся, как они предполагали после учебы, доставили в сопровождении полиции и врачей. Папа пояснил, что ребенок в 6 часов вышел из школы. Сейчас есть такая система, когда ты прислоняешь к пропуску, а родителям автоматически приходит оповещение, что ребенок покинул школу. И буквально полседьмого ребенка уже привезли сотрудники АВО с бригадой скорой медицинской помощи. То есть папа уже как раз начал бить тревогу, так как ребенка нет 30 минут, хотя ему прийти в принципе минут 10-15. И вот в то время привезли как раз ребенка. Саша быстро пришел в себя. Говорит, не успел испугаться. Но теперь, прежде чем заглядывать в ямы, подумает. Я пожелаю детям, чтобы они никогда не подходили к люкам и не играли возле них. Да. А то упадут. Мне еще повезло. Мальчику повезло, что он провалился не в канализационный колодец, который был ранее на этом месте. После капитального ремонта прошлым летом его демонтировали и засыпали грунтом. Вследствие перепада температур произошло проседание почвы и образовался провал. Как нам пояснили в управлении городского хозяйства, сейчас готовятся претензии к подрядчику по качеству выполненных ремонтных работ на этой территории. Мы их уведомили. Вот сейчас не их сойдет, мы их вызовем. И пройдемся по всей трассе, где ремонт производился. А если где-то еще будут... Кассы по весне будут видно, где грунт подсядет. Если будет просадка грунта, мы их заставим в рамках гарантийного ремонта это все восстанавливать. Провал засыпали в тот же день. Надзорные органы уже ведут следствие по этому чрезвычайному случаю.